Итак, видите, не всегда человек может сразу пойти к близкому человеку, чаще всего не может. Нужно наоборот понять эту формулу, что помощь близкому человеку в семейной жизни всегда идет через сердце. Нужно понять это правило, особенно когда есть отчужденность. Вот отчужденность возникла, не лезьте к близкому человеку вообще. Увидели, что он вас вообще не воспринимает, нет контакта, все значит, что это вторая стадия. Есть еще третья стадия, разочарование называется. А четвертая это уже до свидания, понимаете? На второй стадии человек должен садиться перед алтарем, учиться молиться должен каждый человек. Без молитвы нет победы в жизни. Надо садиться перед алтарем и понять, что ваш способ, единственный способ вам помочь сейчас отношениям, это думать о Боге, слушать того, кто умеет с Богом контактировать в это время, во время молитвы. Когда человек начинает молитву, он должен с кем-то молиться, ну пусть даже это будет запись, обязательно присутствие человека. И вы когда молитесь с кем-то и опираетесь на его звук, вы получаете силы в сердце. Этой силой вы пытаетесь память, хорошую, добрую память о человеке, о близком восстановить. Вот давайте сейчас проверим, есть у вас в этой стадии отчужденности или нет. Закрываете глазки, вспоминаете близкого человека. Если вы вспоминаете его и в это время в сердце приходит боль, обида, значит вы находитесь на стадии отчужденности. Если вы вспоминаете и как бы у вас, ну тоже вроде бы вы в конфликте, но в сердце все нормально, это значит в этой стадии нет. А если вы вспоминаете, не можете вспомнить близкого человека, значит у вас с вами, у вас с ним нет вообще никаких отношений. Вы просто вместе живете рядом и все. Если вы чувствуете, нет ничего, не вспоминая, отношений нет, значит в сердце не живет у вас близкий человек. Через память всегда отношения действуют, через память. Если в стадии отчужденности не надо лезть к человеку в отношения, нужно молиться и достигнуть чувства доброты к человеку. Между нами находится вот эта связь сердечная, она загрязнена, поэтому отчужденность. Нужно ее очистить. Сначала в сердце появляется чувство, что все будет хорошо, потом вы молитесь дальше, между вами появляется возможность общаться, разговаривать. Вы начинаете разговаривать, но при этом сердца еще не соединены. И на третьей стадии оттаивает человек и входит в свое нормальное состояние. Нормальное состояние это значит, что он будет все равно нервы мотать, но по-доброму. Ну то есть если вы правильно себя ведете, то все, это заканчивается. И более хорошие отношения, быстро, достижимые в результате. Чувствуете, что нет контакта. Все, надо значит не лезть к человеку, а садиться, очищать нить. Нить очистилась, будет отношение. Грязное, нет контакта, отчужденность, не лезть к человеку, будет еще хуже. Почему разрушаются семьи? Потому что люди начинают, пытаются строить близкие отношения и интимные отношения еще к тому же, когда нет связи. Вот эта нить разрушена, все интимные расстройства в отношениях из-за этого, из-за сердца. Вот здесь разрушено, люди пытаются близкие отношения строить. Разрушается еще хуже, все вообще разрушается тогда. Надо сначала в сердцах объединиться, потом уже какие-то отношения пытаться строить.